Так, поделиться. Так, также у нас там в группе онлайн-портреты просили ссылку на занятие, но я продублировала, не знаю, так будет оно работать, нет. Надеюсь, смогут подключиться. Так, пробую подключить презентацию. Так, должно вроде бы начаться. Так, подскажите, видно презентацию? Да, да, видно все. Отлично, спасибо. Сейчас еще подключусь, чтобы было именно меня видно тоже. Пока напомню про материалы. А, мы там на карандашах остановились, то есть всегда у нас сегодня среда. То есть по средам, когда у нас портрет, это всегда простые карандаши. Простые листы А4. Напомню, если мы будем переходить на более крупный формат, да, если будут какие-то изменения по материалу, по формату и так далее, я об этом тоже буду заранее сообщать. Так, сейчас чат тоже открою. Так, видео. Так, появилось. Немножко пододвинем. Так, чат тоже мне открыт. Если тоже вопросы, да, если кто-то будет писать в чате, а также буду видеть, да, буду их видеть и на них отвечать. Так, карандаши формата А4, эластики, да, то есть также в списке там был, который я в WhatsApp продублировала. Канцелярский нож, эластик, да, то есть канцелярский нож. Тоже там я позже продублирую ссылку, как точить карандаши на всякий случай, да, потому что на каком-то из занятий еще, да, я рассказывала один раз про то, как мы точим карандаши, продублируя, может быть, какую-то ссылку, там, мастер-класс, да, видео. Вот, то есть чтобы у вас все было подготовлено. Иногда также буду дублировать, да, вот материалы, которые нужны для занятия. Это, в принципе, на данный момент одни и те же форматы, один и тот же А4. То есть мы сейчас с вами... Так, карандаши какие нужны? Так, то есть, например, HB, там тоже список в WhatsApp, да, если вы у нас состоите в группе онлайн-портреты, туда список я отправила, да, карандаши, там написано HB, и остальные карандаши тоже там более мягкие нам тоже могут потребоваться на занятиях, да, более твердые и так далее. То есть я напомню, у меня на занятии всегда, как минимум, ну, как чаще всего, да, для занятия иногда достаточно всего два карандаша. То есть у меня здесь HB, ну, там 3B или 2B и так далее. Да, у меня в данном случае там Невская палитра, как я обычно использую, там, Фаберкастал, Кахинор можно использовать и так далее. То есть карандаши графитные, не цветные, да, цветные материалы мы с вами на занятиях по портрету использовать не будем. Так, листы гладкие, тоже не акварельные, да, гладкие листики. Я потом переключу камеру, будет видно мои руки, да, и то, что мы будем рисовать. Референс я продублировала, то есть мы один раз, то есть, может быть, кто-то из вас был, да, на занятии по пропорциям головы, да, по портрету именно в фаз, да, на прошлом занятии я говорил о том, что мы будем разбирать именно голову человека в фаз. Да, Ирин, хорошо, сейчас перешлю, так как, так как, так как, ну ладно, сейчас просто перешлю, а, ну, то есть телефон я пока для видео не использую, поэтому могу, все, переотправила, тогда сейчас я еще продублирую, а референс на всякий случай тоже перешлю в группу. Так, еще раз переотправила, да, для тех, кто только-только подключился, то есть там список материалов, а там, кстати, вот то, что я скинула, да, список материалов в группу в WhatsApp, то есть там, к примеру, написано, да, Кахинор, то есть не обязательно именно карандаши Кахинор, да, и только их, то есть там написано, к примеру, то есть можно и другие взять. И бумага тоже там написана, к примеру, обычная чертежная, да, просто вот эта папка листов, там папка для черчения, да, то есть такая классическая для рисования, можно, конечно, не обязательно отдельно листы покупать, да, можно там и ватман купить, разрезать или просто альбом купить, да, у меня здесь также вот лежит папка, Не знаю, видно, может быть, альбом, блокнот и так далее. То есть там, к примеру, материалы, которые можем использовать. Так вот, на чем мы с вами остановились. Сегодня у нас тема пропорции головы человека. Напомню еще раз, вероятно, кто-то присутствовал. Одно занятие когда-то проводила, замещала. Тоже у нас там были пропорции головы. Сейчас у нас курс я веду от и до. То есть тема пропорции тоже у нас обязательно должна присутствовать. И тем более у нас очень много новеньких. Поэтому о пропорциях, конечно же, мы с вами поговорим. Мы их прям должны запомнить. Хотя бы основные мы с вами их сегодня обсудим. Знания о пропорциях головы, конечно же, нам позволят в дальнейшем более легко и просто рисовать голову. То есть сегодня мы, как референс, кстати, сегодня у нас схема. На следующем занятии будет именно голова, тоже референс, голова человека. Не натура. С натуры, напоминаю, кстати, все те знания, которые получаете на занятиях, предполагается, что вы их будете использовать в рисовании с натуры. То есть обязательно подкрепляем свой опыт рисованием с натурой. То есть, напомню, мы не учимся, как рисовать с картинки. Смысл занятий, конечно же, не в этом. Так как онлайн занятия, конечно, мы используем референсы, фотографии, схемы и так далее. Но все, что вы узнаете, вот те же самые пропорции головы, да, конечно же, мы их изучаем для того, чтобы в первую очередь вам было легче рисовать именно с натурой. Так, ну что, давайте с вами продолжим. Да, если еще будут появляться вопросы, говорите. Так, да, формат А4, то голова у нас будет немного меньше, чем А4. То есть даже если у кого-то сегодня есть формат А5, да, даже этого будет пока что достаточно именно на сегодняшнее занятие. Так, формой головы человека делаем акцент именно на голову фаз. Также у нас потом, конечно же, по программе, да, голова в разных поворотах, а потом профиль после головы фаз будем изучать именно профиль. И потом уже именно в профиль по деталям тоже все пропорциональные особенности рассмотрим. Так, первое, на чем мы с вами акцентируем свое внимание, да, форма головы в целом. Ой, форма головы в целом, да, то, что голова человека, то есть вот эта верхняя часть, да, как область черепной коробки, она больше в форме шара. Конечно же, у нас у головы присутствует, нижняя челюсть, да, нижняя челюсть, то есть в целом, получается, форма головы у нас напоминает яйцевидную форму, да, то есть шар и нижняя челюсть, то есть вот такая яйцевидная форма. То есть, конечно же, у нас голова не имеет там ровно шарообразную форму, да, или какой-то кубик, да, или цилиндр, то есть, конечно, голова более сложный объект. Но, тем не менее, у нас любые сложные формы образовываются от простых, И, например, когда мы будем работать в тоне, сегодня мы в тоне пока не работаем, постепенно к этому тоже будем приходить с вами. Когда вы работать будете в тоне, то есть там тоже нужно будет представлять форму шара. То есть на голове распределяется свет как по форме шара. Просто голова более сложный объект, там глаза, нос, губы и так далее тоже присутствуют. Кстати, если у нас сегодня есть те, кто только-только начал с нами заниматься портретом, и если вы планируете далее продолжать заниматься на наших занятиях портретных, я вам советую, я продублирую потом еще презентации, где мы разбирали нос, глаз, уши и губы, то есть чтобы их отдельно вы тоже обязательно порисовали. Так, форма головы более детально дальше просмотрим. Так, здесь у нас зарисовки, да, очень быстрые, да, здесь побольше времени тратили. То есть тоже, конечно же, очень важно голову с разных поворотов рисовать. И, конечно, у нас есть стандартные пропорции, да, как вот здесь. Это, например, иллюстрация из книги Ли. Эн Ли, академический рисунок. Советую в книге тоже периодически, конечно же, заглядывать, да, тоже что-то дополнительное читать, изучать, смотреть мастер-классы. Да, например, в Ютьюбе я могу посоветовать Александра Рыжкина. Да, тоже он много занимается, именно специализируется на анатомии, на рисунке. Так, 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 так. Простите, как вы сказали, Анатолий? Александр Рыжкин. А, спасибо. Да, я могу потом ссылку даже скинуть, вот после занятия я могу просто скинуть ссылку на Ютьюб. Вот, просто, ну, в интернете, в интернете мы, конечно, очень много всего можем найти, да, много видео там по той же самой анатомии, но не всегда это будут хорошие профессиональные видео. Поэтому я бы посоветовала вот данного человека, я потом тоже скину ссылку. У него очень много там быстрых мастер-классов, да, медленных и там по построению геометрических фигур и так далее, и так далее. То есть это не реклама ни в коем случае, просто это как еще один дополнительный вид, да, какой-то деятельности, который поможет нам развивать наши навыки, да, в рисовании. Вот, у нас с вами часов, конечно же, всего, да, пару часов в неделю. Поэтому дополнительно, конечно, нужно что-либо изучать и много-много, конечно же, рисовать. Так, здесь, да, зарисовки. Мы с вами изучаем стандартные пропорции, да, но тем не менее, конечно же, тут может возникать такой классический вопрос. Ну, мы же все с вами разные, да, пропорции у нас у всех с вами отличаются. Да, мы, конечно, с вами разные. На том занятии, да, мы тоже это обсуждали. Тем не менее, у нас все равно, да, в одном и том же месте глаза, но с губы, да, конечно, чуть-чуть у кого-то более вытянутая голова будет в высоту, да, у кого-то, а, ну вот, например, да, вот здесь можно просмотреть тоже основные типы лица, да, у кого-то будет вписываться лицо, там, в квадрат, у кого-то, как вот здесь, в прямоугольник, да, конечно же, пропорции немножко у нас друг от друга отличаются, да, но тем не менее, у нас у всех все равно голова очень схожа. Тоже этим моментом будем учиться. У нас, например, будут референсы, конечно же, разных людей, да, нам и разного возраста они будут, мужчины и женщины, и, конечно же, эти люди тоже будут отличаться друг от друга. Нам нужно будет рисовать так, чтобы, конечно, они были похожи именно на определенного человека, но при этом мы с вами будем, опять же, использовать знания о вот этих пропорциях головы человека. Так, здесь у нас тоже разные, да, как бы форматы. У кого-то в треугольник даже может, да, вписываться. Есть люди, у кого прям такой тоненький-тоненький подбородок, нижний угол челюсти, да, у кого-то, например, челюсть будет уже, да, у кого-то немножко шире, у кого-то будут выразительные скуловые кости и так далее. Да, то есть, конечно же, мы с вами отличаемся друг от друга. Итак, более детально, да, рассмотрим тоже файл. Я, по-моему, когда-то отправляла, там все пропорции головы были прописаны тоже после занятия, ну, как в течение дня. Тоже продублирую, да, посмотрю, там, скидывала я или нет, по-моему, да. Итак, более детально, да, вспомним. Кто-то, может быть, вспомнит, потому что, может быть, кто-то присутствовал, да, когда-то на занятиях, когда мы разбирали. Может быть, кто-то уже когда-то изучал, да, вспомним пропорции, с кем-то изучим с нуля. Да, напоминаю, у нас курсы рисования все-таки направлены для людей, которые учатся с нуля рисовать, да, даже если вы там никогда в руках карандаш не держали, да, то есть тоже вполне вы всегда можете научиться чему-то новому. Так, уровень глаз, да, уровень глаз, то есть это такие основные моменты, с чего мы обычно рисовать начинаем голову. Ну, обычно мы с вами, ну, это мы на практике, да, я, конечно, более детально вам расскажу, то есть у нас сначала идет высота с шириной, да, например, у портрета, потом мы всегда находим с вами центральную осевую, которая проходит по середине лица, и, например, следующий этап, ну, на практике я покажу, будет, может быть, более понятно, да, и, конечно, когда наглядно мы какие-то моменты разбираем, конечно, удобнее. Так, уровень глаз, да, одна из самых основных линий, уровень глаз, то есть ее еще называют средняя линия глаз, глаз этой линии делит голову пополам. Да, у кого-то эта линия будет чуть-чуть выше, да, у кого-то чуть-чуть ниже, но, тем не менее, мы все равно должны понимать, да, где проходит эта линия глаз конкретного человека, когда рисуем, мы прям, да, методом визирования, о котором мы все время говорим, примеряем, да, примеряем волосы всегда, мы не берем за основу, да, объем волос у всех бывает разный, а кто-то бывает и лысый, их, кстати, удобнее рисовать, да, как бы анатомию хорошо видно. Так, то есть мы объем волос всегда убираем, да, всегда примеряем, стараемся от верхней точки черепа, но если ее не видно, да, то непонятно, конечно, тогда там по волосам, да, по крайней точке. Так, то есть вот от крайней точки черепа, здесь внизу крайняя точка, нижняя подбородка, да, и по стандартным пропорциям, да, у нас средняя линия глаз, дели голову четко посередине, вот, но также, да, напомню, например, если у какого-то человека рисуете, вы, конечно, промерьте, да, промерьте вот это расстояние, да, с вот этим, да, они могут чуть-чуть отличаться, именно чуть-чуть, потому что не может быть такого, как вот бывает, когда рисуют портрет, он выглядит совсем как-то неправдоподобно, да, совсем непропорционально, что там, ну, вроде бы человек, да, но как-то анатомия не на своем месте, то есть это бывает, этот эффект от того, что, например, эту среднюю линию глаз очень часто помещают очень высоко, да, то есть средняя линия глаз, конечно, не может пройти там по середине лба, да, или вот здесь по середине там носа, например, и так далее, да, то есть вот таких ошибок чрезмерных, пропорциональных, да, несостыковок нам, конечно, лучше избегать, да, стандартные пропорции прямо мы должны запомнить, выучить, и при этом, когда рисуем определенного человека, там тоже не забываем промерить, да, что к чему, чтобы получился именно конкретный человек. Так, это у нас средняя линия глаз, да, иногда поглядываем на профиль, конечно же, в профиль будет происходить все то же самое. Так, как находим верхнюю точку головы? Ну, она есть всегда у человека, да, мы просто ее должны увидеть. Вот, верхняя точка головы человека по черепу, по черепу, потому что объем волос у всех разный. А так смотрим с натуры. Смотрим с натуры и методом визирования, да, когда вот на вытянутой руке, ну, я потом, может быть, да, на каком-то занятии еще просмотрим, когда вот мы на вытянутой руке, да, карандашом вот, промеряем, да, высота там, ширине и так далее. Так, в профиль, да, тоже в том же месте, но здесь напомню, да, у нас... Можете вопрос? Да. Подскажите, пожалуйста, когда мы рисуем, допустим, по какой-то фотографии или по рисунку, то нужно тоже на вытянутой руке проверять? Или можно конкретно померить, как лучше? Да, да, когда вот именно вот такой какой-то рисунок, я прям на нем, да, могу... Вот сейчас мы перейдем, когда к практике, я покажу. То есть, да, когда рисунок, да, он часто там, например, вот такой вот маленький, да, на экране. Поэтому тут, нет, на вытянутой руке не надо, на вытянутой руке именно когда мы рисуем с натуры, да, когда мы именно используем натуру. Вот, а схемы, да, можно прям вот руку положить, да, там карандаш прям положить на рисунок и промерить. Это совершенно нормальная история. В книге, например, да, то есть когда копию рисунка делаем тоже. Так, Елена, ну это тоже не забегайте вперед, да, давайте я сначала все расскажу по пропорциям, а потом, если останутся вопросы, да, потому что мы только-только начали. Так, дальше, да, в профиль, да, то есть в спокойном состоянии голова мы сейчас рассмотрим без наклонов, без поворотов, так как помним, конечно же, голова может смотреть вниз, да, голова может смотреть вверх и так далее, да, мы пока рассмотрим спокойное положение, но напомню, там в дальнейшем у нас по программе, да, в рисунке будут и более сложные, конечно же, ракурсы. Так, ну детально профиль, да, пока что не разбираем, да, это мы тоже потом отдельно поговорим. Так, деление головы на три равные части, да, это следующая основная пропорция, которую мы с вами должны запомнить, именно когда мы рисуем человека, да, у нас есть, например, тоже вот опорные точки, да, я обычно советую идти именно снизу, то есть у нас, например, вот подбородок, да, следующая точка основания носа, следующие надбровные дуги, следующая линия роста волос. То есть голова делится таким образом на три равные части, то есть раз, два, три, три равные части. Вот этот отрезок, да, он всегда у нас будет, конечно же, меньше, то есть он приблизительно равен половинке, да, ну если сейчас, например, вот этот, да, этот отрезок, да, и поделить, да, его пополам, то есть и вот эта часть, она приблизительно равна, да, там тоже нету, что она точно вот такого размера, да, обычно, если мы будем изучать там пропорции. А, кстати, нет такого, что прям каждая часть лица по миллиметру мы, как в математике, да, можем разложить. То есть, конечно же, в первую очередь мы смотрим все на глаз, да, вот смотрим натуру и рисуем ее тоже не как-то там с линейкой, да, два сантиметра туда, три сюда, вот, а именно на глаз все эти моменты просматриваем. Так, то есть основное деление на три равные части, да, средняя линия глаз, конечно же, всегда будет ниже, чем линия надбровных дуг. Также, кстати, вот про разницу, да, например, лиц людей, да, то есть, например, линия роста волос, да, она, конечно же, ну не всегда, да, не все мы будем стандартно, а прям вот одинаково, да, вот это, вот это к вот этому. Ну, то есть, например, у кого-то будет там вот эта центральная часть, да, чуть более вытянута, да, у кого-то будет, например, вот это может быть чуть меньше, да, расстояние от подбородка до основания носа. Линия роста волос, да, не обязательно будет точно здесь, то есть у кого-то лоб еще может, да, линия роста волос быть выше, а у кого-то линия роста волос может быть ниже. То есть, конечно же, это тоже нужно примерять, просматривать. Но в профиль, соответственно, все то же самое. Я на профиле просто не рисую, но здесь то же самое. Профиль, напомню, потом тоже с вами детально рассмотрим, порисуем тоже по таким интересным динамичным референсам. Профиль тоже интересно рисовать, когда выразительная эта линия профиля. Деление головы на три равные части. Так, средняя линия губ, но это мы там тоже дальше просмотрим. Так, расположение уха. Расположение уха. Мы немножко с вами эти пропорции тоже обсуждали, когда именно ухо рисовали. Немножко вспомним, потому что нам сейчас это при рисовании пригодится. Кстати, вот наша натура просто здесь. Например, мы прям с вот этими всеми делениями будем его рисовать. Прям такую схему. Так, что у нас здесь? Расположение уха. То есть у нас идет линия по основанию носа, как мы сейчас выявили, когда изучали отделение головы на три равные части. Основание носа, надбровные дуги. И если мы посмотрим, уши располагаются точно в этом промежутке. У кого-то, конечно, уши могут быть чуть-чуть, например, больше высоту, у кого-то меньше высоту и так далее. То есть, конечно же, смотрим с натуры, но тем не менее, напомню, опять же, приблизительно все в одном и том же месте. Там играет просто большую роль даже миллиметрики. Миллиметр, два, то есть куда что переместить, передвинуть. На практике тоже это с вами изучим. Так, что-то про уши еще хотела сказать. А, то есть еще такой момент, для чего мы, конечно же, изучаем, акцентируем свое внимание на вот этих стандартах пропорциональных. То есть очень часто просто, опять же, бывают такие ошибки, которые совершенно неестественно выглядят. То есть бывают, рисуют уши очень высоко, да, очень высоко. То есть вот здесь, на этой высоте вы не встретите людей, да, чтобы ухо вот так, вот эта линия была, как в середине уба. Или вот так, ухо у нас вот здесь, да, куда-то съехать вниз тоже не может. Да, то есть пропорции, конечно же, нам нужны, чтобы человек у нас получился реалистичным. Так, поэтому нужно и очень важно развивать именно глазомер, да, чтобы вы не рисовали. То есть как мы развиваем глазомер, то есть когда мы сравниваем, да, одно с другим, да, сопоставляем. Кстати, на, когда мы рисуем именно голову, да, единицы измерения у нас глаз, да, то есть мы очень часто можем именно глазиком примерять какие-либо моменты. Так, здесь у нас череп. Так, тоже просто взаимосвязь, да, но мы периодически будем смотреть тоже, когда вот будем рисовать уже человека, конечно же, будем просматривать также взаимосвязь с черепом, да, чтобы понимать, что там к чему, чтобы лицо не получалось плоским. Так, на черепе, соответственно, ушей нету, да, но это мы с вами по анатомии тоже там говорили на прошлых занятиях. Так, расположение уха, да, например, вот в профиль. В профиль, в целом, да, мы можем там вписать в какие-то такие вот формы, да, форму квадрата, то есть вот так вот немножко со смещением, да, именно, то есть и ухо, да, вот посерединке будет находиться. Но когда мы часто рисуем голову в профиль, да, мы не рисуем там несколько квадратов, там, шаров и так далее, так далее. То есть, конечно, в первую очередь нужно смотреть, я бы посоветовала, да, на глаз смотреть, где располагается это ухо. Ну, по высоте мы с вами знаем, да, что вот здесь, вот здесь, а именно вот как бы какое вот здесь расстояние, да, то есть сейчас рассмотрим. В первую очередь нужно, конечно же, понимать взаимосвязь угла челюсти, да, вот угол челюсти. То есть и ухо, оно не вот здесь, да, не вот здесь на затылке. То есть вот у нас угол челюсти, вот мы, например, закончили, да, и здесь же будет наклон уха. Да, тоже вот этот момент вам может помогать в, ну, помочь обнаружить, где ухо располагается. Также можно, конечно же, просматривать вот эти расстояния, да, что, например, у нас достаточно много расстояния, или вот так можно от глазика, да, просматривать, что здесь расстояние даже больше, чем здесь. Математически, опять же, не вычисляем, да, там, сколько тут там глазиков и так далее. То есть в первую очередь тоже смотрим с натуры. Да, главное еще, когда мы в профиле рисуем, затылок не срезать. Очень часто срезают затылок, поэтому и ухо начинает не там, не на том месте располагаться, и голова становится плоской. Это потом тоже с вами более детально рассмотрим. Давай в профиль уха еще с вами обсудим. Так, линия профиля. Да, но тоже мы сильно детально не будем останавливаться. Лица тоже у нас такое дугообразное движение. То есть когда мы фасболу рисуем, да, у нас там прямая линия по центру лица. Когда мы в профиле рисуем, мы рисуем сразу вот это как дугообразное движение, да, дугообразное движение. То есть лицо не должно быть каким-то плоским. Так, 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 давайте пойдем далее. Так, так, более детально, да, какие-то моменты рассмотрим. Глаза, нос, губы, да, сейчас у нас были основные, следующие. Так, расстояние между глаз, да, расстояние между глаз – это ширина глаза, да, ширина глаза. То есть вот у нас глазик, вот у нас второй глаз, да, и вот этот отрезок, вот так обведу оранжевым, да, он вот у нас между глаз. Конечно же, конечно же, есть люди, у кого там близко посажены глаза, да, там широко посажены глаза и так далее, и так далее. Но напомню, все равно вот эти вот знания о пропорции, да, все равно помогают создать реалистичную голову, да, потому что иногда можно слишком сблизить, да, глаза друг к другу, посадить, и это тоже будет выглядеть нереалистично. Так, расстояние между глаз, да, у нас ширина глаза. Дальше, так, ну, линия профиля, да, тоже, я думаю, мы потом с вами рассмотрим. Сейчас мы фаз именно с вами обсудим, да, более детально, и чтобы на практике, чтобы мы точно все успели нарисовать и посмотреть рисунки. Так, ширина губ, да, ширина губ, ширина носа. Давайте прям тут же рассмотрим. Так, ширина носа, если провести линии из внутренних уголков глаз вниз, вот так провели вниз, и вот так провели вниз, мы получим ширину носа. Дальше, если мы проведем, у нас есть, например, вот ширина глаза, да, мы разделим пополам, да, эту часть, то есть эта линия обычно проходит через зрачок, если у нас глаза смотрят вперед, да, и голова стоит прямо. То есть если опустим эти линии вниз, то у нас получается, ну, чуть меньше, да, где-то тоже можно, кстати, по-разному увидеть, где-то вот оно будет, ширина. Что села, сидишь? Извиняюсь, но у кого-то работает микрофон, отключайте, пожалуйста, во время занятия микрофон, мы слышим все ваши личные разговоры. Пожалуйста, отключайте. Так, ширина губ, да, по классике, обычно ширина губ, вот так, чуть-чуть меньше, да, чуть-чуть меньше. Так, сразу, да, губы. Так, Марина не... Так, тут фамилия не полностью. Как бы мне увидеть. Так, Марина... А, Марина нефонтова. Отключите, пожалуйста, микрофон. Сейчас просто попробую. А, вот. Спасибо. Так, а... Что еще у кого-то, получается, работает? Наверное, было, значит, не у Марии. Так, ладно, нет времени, конечно же, разбираться, да, у кого работают микрофоны. А, конечно, было бы удобно, если, да, можно было как-то отключить просто, да, от беседы, и чтобы не было никаких проблем. Ну, идем далее, да, идем далее. Так, ширину губ мы посмотрели, да, что у нас с высотой. Высоту у нас вот этот отрезок, да, если мы поделим его на три равные части, тут иногда тоже в разных схемах пропорций можно увидеть тоже небольшие отличия. То есть по стандарту у нас получается, если вот этот, да, вот этот отрезок мы поделим на три равные части, сейчас я на глаз, да, я чисто на глаз, я тут не вымеряю, на три равные части, да, и вот в этой, в этой верхней части у нас пройдет средняя линия губ. Также она очень часто может располагаться чуть-чуть ниже. То есть главный смысл здесь какой, да, что у нас губы не располагаются просто по центру, да, как бывает тоже ошибка, вот этот отрезок и среднюю линию губ просто посередине располагают. Это тоже неправильно по пропорциям. У нас всегда с вами будет вот это расстояние от носа до вот здесь, да, начала губ меньше, а вот это расстояние всегда будет больше от тоже нижней точки губы до подбородка, да, всегда будет эта разница. Ну, можно также от средней линии губ, да, то есть вот этот отрезок всегда будет меньше, вот этот всегда будет больше. Присмотритесь, изучайте разных людей, да, что, что там у них происходит тоже с пропорциями. Так, расстояние глаз, давайте пойдем далее, да, ширина носа, губы. Мы сейчас на практике закрепим, конечно же, материал. Тут про профиль, да, про профиль, то есть вот эта вот линия, да, тоже тут мы свое внимание, просто профиль можем акцентировать. Внимание по линии, да, вот эта, которая проходит надбровные дуги, да, и подбородок. Ну, это тоже мы с вами потом, потом более детально профиль обсудим. Так, классические формы лица. Так, здесь у нас голова под разным наклоном. Конечно же, пропорции будут немножко меняться. Если голова стоит прямо или голова там, вот, например, смотрит вверх, да, или смотрит вниз, конечно же, у нас не всегда будет оставаться, например, средняя линия глаз просто по центру головы. Да, то есть вот здесь у нас голова смотрит вверх, да, то есть вот у нас проходит средняя линия глаз. Вот, например, крайняя точка там, головы, черепа, здесь подбородок, то есть у нас уже вот эта нижняя часть головы, да, увеличится соответственно, а вот эта часть уменьшится. То есть будут, конечно, отличия, но тем не менее, все равно, опять же, все на своих местах. Так, здесь у нас этапы рисования, я тоже этап рисования более детально тоже рассмотрим, там, гипсовые головы, гипсовые головы тоже посмотрим, будут у нас, не будут. Так, здесь уже голова втречит, вертян, давайте тоже потом, да, вот какие-то такие моменты, что-то буду просто на другом занятии, да, на чем акцентируем внимание. Так, что у нас вот здесь, вот я бы очень предложила, да, посмотреть, голова в фаз, да, вот этапы работы, то есть напомню, основной у нас принцип рисования от общего, да, как бывает, кстати, можно вот увидеть иногда художников, там у них белый лист бумаги, да, они начинают там с глаза, да, потом другой глаз, а при этом остальная часть листа белая, потом нос и так далее, да, там рисуют там человека. У нас, конечно же, подход совершенно не такой, то есть мы идем, напомню, по академическим принципам, да, закономерностям, то есть у нас именно от общего к частному, то есть мы сначала будем намечать в целом, да, всю голову, и потом начиная там с основных, да, средняя линия глаз, там деление на три равные части, центральная осевая, а потом уже все остальное, да, то есть будет такая поэтапная. В рисовании. Это очень, кстати, помогает в рисовании, очень часто просто может показаться, что зачем соблюдать эти этапы, да, зачем они нужны и так далее, но на самом деле, поверьте мне, они очень помогают в рисовании, то есть создать какую-то вот эту схему в голове, да, развожить все по полочкам, очень помогает. Так, то есть вот у нас фаз, могу немножко так поближе, да, вот эту девушку показать, тоже здесь вот у нас средняя линия глаз, конечно же, есть, да, там деление на три равные части тоже присутствует по вот этим частям. А, ну здесь получается вот по линии роста волос, да, именно по линии роста волос, вот сейчас мы тоже рассмотрим. Так, профиль тоже от общего, если там встречается, видите, гипсовую голову тоже мы рисуем от общего, да, тоже можно увидеть, везде как бы форма головы в целом, да, яйцеобразная, но, конечно, немного более сложная, да, потому что челюсть у нас, конечно же, не округлая, да, а имеет углы. Так, это мы с вами уберем, так, головы в разном ракурсе, так, а, и рассмотрим, да, сейчас именно закончим с вами с презентацией, закончим еще с более такими деталями, так сказать, да, еще большим делением головы. Так, деление, ну, то, что центральное, да, осевая, делит голову пополам, я думаю, это видно и понятно. Так, здесь деление на три равные части с вами просмотрели. Напомню, вот этот документ я вам потом тоже отправлю, но не прям вот это, да, это не то чтобы презентация, как здесь это набор картинок больше, а там другой документ, да, с вот этими тоже все нарисованы отдельно, вот эти деления. Может быть, кому-то поможет это. Так, средняя линия глаз делить голову пополам определили. Так, губы тоже с вами определили, да, что у нас она располагает средняя линия губ здесь, то есть вот эту часть, напомню, поделили вот на три равные отрезка. Раз, два, три, да, и вот в этой части средняя линия губ. Так, тоже тут без тона, да, без деталей. Мы в тоне, кстати, голову рисовать не будем, да, да, придумывать ничего не нужно. Так, деление на шесть равных частей тоже нам может пригождаться. То есть тоже от чего мы отталкиваемся, сейчас я другой цвет возьму. То есть вот у нас есть линия, которая делит голову пополам. Также у нас есть всегда с вами вот ширина глаз, да, ширина глаз. То есть и мы поделили, получается, ну вот этот отрезок, да, у нас уже делит как бы расстояние между глазами. Между глаз осевая головы, да, делит этот отрезок пополам. То есть далее, если поделим глаз, да, пройдет линия по зрачку, вот это с вами тоже обсудили. Но также если мы отложим, получается, вот здесь тоже у нас, ну тут вот, например, вот эта линия, да, видите, она не совсем как бы с чем-либо соприкасается, да. Поэтому я бы советовала именно отложить от, вот, один уголок глаза слева, да, справа угол глаза. И здесь получается до крайней точки головы у нас еще один отрезок глаза. То есть в принципе, да, вот это деление на шесть частей нам нужно не всегда, да. Единственное, она может нам помочь также, вот как бы скуловые кости, да, вот эту часть там приблизительно найти, да, но тоже я лучше бы не советовала, да, там на глаз тоже скуловые кости. И также помним, где скуловые кости находятся, да, смотрим на череп. То есть какие-то рисунки, схемы черепа я бы советовала всегда при себе держать, когда вы рисуете голову человека. Так, в профиль, в профиль тоже это мы потом посмотрим, потом посмотрим. Так, деление этой головы еще потом детально здесь вот на восемь частей, но это тоже здесь как бы схожие, да, вот пропорции именно если на восемь частей. Здесь, например, вот эта линия идет вот здесь сбоку по линии роста волос, да, здесь слева и справа. Очень часто тоже, кстати, сливается, да, вот иногда непонятно, где же проходит эта линия волос и как она там, да, выглядит. Вот, ее тоже будем рисовать более обобщенно. Так, сейчас мы с вами тоже основные, так, расположение уха, нос мы с вами тоже ширину носа посмотрели. Все, здесь это гипсовая голова, ну, это не для ваших занятий, я тоже мне там, для других. Так, давайте с вами далее просмотрим все эти пропорциональные основные, да, моменты на практике. На практике сейчас я переключусь на телефон, будет видно, я буду показывать, да, на листе с карандашей сейчас покажу на всякий случай, да, для тех, кто там интересуется, да, каким карандашами мы рисуем, ну, на всякий случай. Так, пока можете подготовить материалы, да, пока я буду переключаться с планшета на телефон, просмотрите, все ли у вас материалы, там карандаш HB и мягкий карандаш, да, нам часто перегождается, там 2B, 3B, 4B. Ластики, что там еще, планшет, да, если на планшете будете рисовать. Так, сейчас звук, возможно, временно отключится и снова потом появится. Так, сейчас звук должен быть. И сейчас подключим видео. Так, потолок, это нам не очень интересно. Вот так. Так, референс, да, напомню, то есть вот пропорции головы. Фаз, да, нас сейчас заинтересует голова именно в фаз. Так, сейчас я это все поставлю. Вам тоже советую расположиться поудобнее. Напомню, да, пока я тут немножко все подвину, передвину. То есть референсы всегда скидываются в день занятия, перед занятием. Сейчас я аккуратненько, чтобы мне тут все просто не свалилось. Опять крохотный столик. Рисовать удобнее, конечно, за большим столом, да, спокойненько так просвечивается все-таки, да, там. Ну, я думаю, это не будет нам сильно мешать, да, немножко там просвечивает. Так, 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 референс видно. Но открывайте референсы, там, например, на телефоне, да, или там с компьютера, с которым вы смотрите. В Zoom также можно заходить с двух устройств. А зачем вам Zoom-то с двух устройств, да, вам не надо, вам с одного достаточно. Референс получается, да, просто можно референс на телефоне открыть, да, трансляцию смотреть там с компьютера или на компьютере и трансляцию смотреть, и референс открыть. Но я на всякий случай, напомню, пока у нас такие, как первые, можно сказать, занятия. Так, 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 карандаши, да, вот покажу, например, какие я использую. HB2B, 3B. Я обычно более мягкие не беру. Там, например, 5B, 6B, 7B. Это обычно в скетчах хорошо использовать. Так, то есть вот, да, минимальный набор, вот HB и, например, 3B или 2B. Так, ластики тоже у меня здесь разнообразные. Тут у меня появился, кстати, классический с слоном, да, тоже кохинор и клячка всегда, да, ровные листы. Можно просто вот так тоже на планшет прикреплять, если у вас отдельные листы, или можно рисовать в альбоме, да, просто альбом А4. Там обычно тоже хорошие листы для рисования, которые вполне подойдут. Так, первым берем HB. Сейчас еще на всякий случай камеру протру, не пугайтесь. Вот, то бывает, если пальцем, да, там камеру заляпаю, будет плохо видно. Так, вот здесь делаю покрупнее, чтобы видеть, если сообщения будет кто-то писать. Так, 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 пенальчик пододвинем. Так, напомню, голову в фаз, да, рисуем именно схему. И напомню, да, тут уже видно вот эти вот немножко искажения, как это мой любимый момент. У меня телефон всегда немножко слева, да, от рисунка, поэтому, конечно же, вы рисуете в первую очередь с референса. У меня на листе бумаги, да, с моего рисунка срисовывать, напомню, не нужно. То есть обязательно открываем у себя референс, да, потому что здесь через видео вы все равно пропорции моего рисунка видеть будете чуть-чуть иначе, да. Поэтому мой рисунок там как-то подправлять, исправлять, стремиться не нужно. Да, вы работаете именно со своим рисунком. Напомню, занятия у нас выстроены именно таким образом, что я там рассказываю, показываю, вы вместе со мной рисуете. И, конечно же, буду оставлять какой-то там промежутки времени, да, для того, чтобы вы тоже успевали что-либо нарисовать. Но главное, помните, там, не нужно там одну линию или один глаз там рисовать полчаса, да. То есть если видите, что слишком долго что-то рисуете, то нужно остановиться. Так, здесь у нас, конечно, есть вот этот прямоугольник, да, мы не будем его рисовать, потому что этот прямоугольник вот здесь ни с чем не соприкасается, да. Поэтому просто это уберем. Мы не всегда, кстати, когда рисуем портрет, да, вот мы на следующем занятии фаз человека будем рисовать, то есть не обязательно просто рисовать вот прямоугольник и в него вписывать голову. Да, мы обычно что с вами делаем? Еще один такой момент, кстати. Во весь лист А4 не нужно рисовать, да, прям такую огромную голову. Ну и вот такой вот маленький рисуночек тоже не советую, да, там не будет ничего понятного. Рисуем вот, например, ну давайте вот верхние точки, да, намечу, намечу, и вам будет понятнее по размерам, да, что у нас будет происходить. В края листа голова тоже не должна у нас упираться, да, то есть вот у меня где-то будет верхняя точка головы, да, именно по черепу, именно по черепу волосы, пока вообще на них не обращаем внимания. Мы как бы потом создадим наращивание волос. А так, высоту, да, приблизительно, тоже мы не будем, да, там высоту столько-то сантиметров в ширину, столько-то сантиметров нет, все выполняем на глаз, развиваем глазомер. Если непривычно, то привыкайте. Так, высота, да, высота пока что тоже просто на глаз, просто чтобы она не была во весь лист. Так, здесь получается по нижней точке, как вы видите, шею мы пока не рисуем, но шею нужно будет тоже разобрать, потому что рисовать просто такую отрезанную голову, да, не всегда уместно. Мышцы шеи, структуру шеи обязательно тоже рассмотрим. Так, что же будет по ширине, спросите вы, да, такой обычный логичный вопрос. Смотрите, по ширине нам в первую очередь нужно сделать, вот, например, это у нас будет центральная осевая, центральная осевая, но, например, вот эти линии там не обязательно прям очень четко, да, параллельно края листа, то есть мы же не будем с вами очень ровный прямоугольник рисовать, а вот осевую центральную, да, вот эту, которую посередине головы, ее желательно просматривать, если, да, мы на листе рисуем, вот параллельно краю листа, да, то есть, ну, на всякий случай буду напоминать, но, наверное, через какое-то время уже можно будет и перестать, да, напоминать, такие более простые. Кстати, вот, да, тоже измерение, да, то есть можно привести вот эту линию, и, например, у меня, ну, как обычно, да, я сижу, у меня голова в одном положении, лист лежит на столе, да, то есть не самое удобное положение, то есть, напомню, удобнее, конечно, вот когда за мольбертом, кстати, рисовать, да, когда у вас, как бы, наклон листа более удобен. А если нам нужно проверить, да, вот правильно мы провели эту линию или нет, да, прям измеряем кончик карандаша, вот здесь край листа, да, упирается, здесь у меня вот так вот, да, ходит по карандашу палец, вот здесь я его зафиксирую, да, то есть вот точно, там, ширина, да, вот здесь этого отрезка, сейчас только поточнее это сделаю. Так, опускаем вниз, да, палец не двигаем, ничего не двигаем. Так, посмотрим кончик карандаша, и как-то я таким случайным образом провела линию параллельно краю листа, хотя была убеждена, что она, да, неровна, у вас просто тоже может смотреться так, что, например, вот эта часть будет больше, чем вот эта, да, может казаться, что линия более кривая, да, с вот этой располагаются. Это из-за положения телефона, из-за положения телефона. Так, в целом, хотя, нет, нормально, вот так, да, могу как-то повернуть чуть-чуть, да, помните, телефон, всегда любая камера, какой бы она хорошей ни была, все равно дает искажения, даже когда вот вы, например, рисунки фотографируете, отправляете в WhatsApp, тоже можете заметить, что вживую выглядит рисунок по одному, да, а на фотографии по-другому. Так, идем с вами далее, я сейчас посмотрю, 15.07. Так, ну что, движемся. Ширина, да, соответственно, что нам делать с шириной? У нас тут нужно все тоже пододвинуть одно к другому, но если в целом взять вот здесь, да, на референсе ширину головы, вот это, да, вот именно волосы, да, не считаем от краев черепной коробки, да, например, вот эту ширину, именно вот где уши, да, если в высоту ее вот так отложить, она придет приблизительно по центру лба, да, то есть вот этот отрезок отсюда до сюда. И сейчас я вспомню, вот этот отрезок отсюда до сюда равен отрезку от основания носа до вот этой части, да, что тоже нам может помогать. Поэтому давайте попробуем собрать этот пазл. Напомню, что еще норма для рисования, когда мы что-то куда-то перемещаем, да, не нужно ожидать, что мы так провели, да, например, сейчас там проведем, ну вот, допустим, у нас средняя линия глаз, да, по центру головы проходит. Давайте вот ее наметим, и я какую-то вот особенность рисования тоже покажу. Так, ну я сижу, как обычно, под наклоном, так, так сижу, чтобы вам было лучше видно, да, напомню про эти моменты, и могу опять же промерить, да, вот эту вот, только мне надо, сейчас я поближе вот так подсяду, там не видно. Так, вот эта половинка с вот и этой половинкой. Нужно чуть-чуть пониже опустить, то есть мы такую рисуем схему. Так, вот здесь это можно стереть, то есть это, напомню, средняя линия глаз, которая делит вот эту линию, да, пополам. Здесь крайняя точка подбородка, здесь крайняя точка верхней части черепа. Потом, конечно, мы будем это рисовать побыстрее, да, это мы сейчас так акцент, да, ставим. Так, эту линию продолжаем, да, вот влево-вправо. Здесь, конечно, уже желательно, чтобы эта линия была вот эта, да, центральная, параллельно краю листа. И также, например, вот эта центральная осевая, да, их взаимосвязь тоже. Вот эта центральная осевая по центру головы и линия глаз, да, то есть здесь вот у нас ровный угол, да, ровный угол, то есть не должно быть такого, что центральная осевая так, а линия глаз у нас пошла вот так. У нас ровное положение головы в фаз. Так, я сильно долго тоже ничего не буду примерять, потому что у нас время идет, да, как я обычно говорю, у меня цель создать не шедевр, а все объяснить, показать, а мне еще вот эта штучка здесь мешает. Все, тогда оставлю здесь эту линию. Проводите, да, я пока вот эту особенность расскажу. Главное, чтобы она по центру, да, шла. Там есть что, если там мне покажется, что как-то кривовато, всегда все можно изменить, мы этим и будем заниматься. Вот, что касается ширины, да, я еще хотела сказать. То есть у нас нет, конечно, такого, что, допустим, мы там что-то промерили, то есть вот будет там высота, ой, ширина головы. То есть, конечно же, там какие-то моменты могут меняться, да, например, мы рисовали, увидели, что нет, все-таки голова уже нужна вода, и мы поставим вот так, пошире сделаем. Или можем в процессе увидеть, что голова шире нужного, а тогда мы просто опять же возьмем и пододвинем эти точки. То есть что-либо передвигать, перемещать совершенно нормально. Не нужно ставить себе цель прям вот супер точно математически про миллиметр в миллиметр попадать. Так, ну что же мы делаем дальше, да, это я приблизительно просто какие-то, вот я ничего не промеряла, приблизительно поставила вот эти засечки. Главный смысл в том, что высота, конечно же, будет больше, чем ширина. Да, ширину еще можно будет подправить, когда мы это промерим. Так, и как мы это промерим? Получается, нам нужно потом поделить голову на три равные отрезка, да, три равные части. Да, и потом будем искать следующее, да, также посмотрим, сколько вот здесь у нас должно быть, да, какое расстояние, потом нам будет уже полегче ширину проверить, да, вот это с вот этим. Давайте поделим на три равные части. Тоже делаем на глаз, да, делаем на глаз, то есть, допустим, вот здесь начну, а вторая, а, подождите, у нас должна быть линия роста волос, надбровные дуги, основание носа и подбородок, да, нижняя точка подбородка. Напомню, с моего листа не срисовываем, да, вы можете видеть, напомню, вот эти вот какие-то пропорции, да, немножко в другом виде, да, нежели их вижу я. Так, на глаз. Скажите, пожалуйста, а вот середину, линию глаз мы проводили от подбородка до роста волос или до верхнего роста волос, вот верхняя, где точка? Вы имеете в виду, что вот эта линия? Да, да, да. Это просто севая проходит по всей голове и может вот так немножко продолжаться, у нее как бы нету окончания. Понятно, а мы ее делили пополам, мы ее делили пополам, от подбородка до какой точки? До начала? Вот эта. Да, вот эта срединка, она половина от подбородка до какой точки? До верхнего роста волос или до нижнего? У нас же все-таки волосы. Нет, по черепу, по черепу, вот здесь, верхняя точка черепа, то есть вот верхняя точка черепа. А на три части делим от нижней части, от роста волос, да? Да, да, на три равные части вот это получается вот, да, у нас по линии роста волос, вот, думаю, там тоже, да, в кадре видно. То есть вот, да, нижняя, назовем ее так, нижняя линия роста волос, да, здесь будут надбровные дуги, основание носа, а это подбородок, нижняя точка. Только надо промерить, да, на глаз там сопоставили и промеряем, там попали, не попали. Тоже у себя промеряйте, я так пока немножко, да, передвину, чтобы я видела, что у меня там получается на моем рисунке, чтобы получилось более-менее ровненько. Так, переместим, да, вот этот отрезочек у меня очень маленький. У вас, конечно же, нужно ваш рисунок, да, просмотреть, что там, что там передвинуть. А, и получается, что еще вот этот момент, да, чтобы у вас вот этот кусочек, да, вот этот кусочек, да, вот этот кусочек, ты начала промерять, да, забыла вам сказать вот про него. А вот этот кусочек, да, он должен быть, ну, там приблизительно равен вот половинке вот здесь, да, ну, тоже мы сейчас там просматривали. То есть, давайте вот сюда выведем, это у нас было, но это не точные, я еще не промерила, да, вот эти линии, просто сейчас проведу. Это у нас, допустим, вот голова, да, должна была делиться на три равные части. Раз, два и три, да, вот три отрезка. И если вот этот верхний отрезок вот так поделим пополам, да, то есть это приблизительно, тоже можно прям промерить, да, если хотите. Приблизительно, да, вот эта часть, половинка равна вот этой части. То есть у меня тут вот мало получается на линию роста волос, на линию роста волос. Так, линию роста волос опущу пониже, опущу пониже, так, и промерю дальше. То есть вы вот здесь прям можете, вот, кстати, кто-то спрашивал, да, про измерение, вот как мы на схеме, прям, если хотите, вот, от вот этой верхней точки, туда кончик карандаша ставим, да, пальцем фиксируем, где у нас рост волос, да, вот рост волос, линия роста волос нижняя. И вы можете прям вот приложить, посмотреть, сколько раз она здесь укладывается. Даже, возможно, чуть больше, да, чем... А, я карандаш далеко держу. Нет, ну, чуть больше, да, все равно чуть-чуть больше половинки. То есть он вот этот кусочек, тут, опять же, математического вычисления нету, да, то есть у нас есть только основные пропорции. То есть в этом и сложность рисования головы. Извините, можно я спрашиваю еще минутку? Мы на три части делили от линии роста волос. А линия роста волос должна быть половинка этой каждой третьей части. Так тут змея кусающаяся за хвост получается. Надо просто... Нет, просто... То есть на глаз, да? Одно с другим, на глаз. Нет, ничего здесь сложного нету. Просто мы вот эти части, да, должны сделать одинаковыми, а это получается вот меньше, да, приблизительно половинка. На глаз мы... Получается линия роста волос будет от вот верхней третьей части, и там уже поднять на половинку. Так ведь? Ну, да, только что, да, это обсуждали. То есть это вторично уже, все, спасибо. Да, на глаз все... Когда смещается середина листа, где глаза, она же тоже изменится, раз мы изменили верх. Нет, она никуда не изменится. Так, идем далее, а то мы не успеем. Деление головы, то мы уже можем чуть-чуть не успеть. Так, делим. Опять же, напомню, если, например, в рисунке потом, да, вот мы на глаз этот отрезок просматриваем, если, например, он будет там слишком маленьким, да, его можно будет там тоже потом голову подправить, пропорционально пододвинуть. Я напомню, только что проговаривала, что намечаем все на глаз, и потом, если нужно, эти пропорции меняем. Главная линия по надбровным дугам, да, конечно же, должна проходить выше линии глаз, да. Опять же, сколько вот здесь от линии глаз до надбровных бровей тоже мы математически не вычисляем, да. Смотрим на референс. Напомню, на референс тоже вот можете промерять, да. Просто я больше на глаз просто рисую. Так, теперь нам нужно уточнить, да, на глаз поставить. У нас верхняя треть меньше, чем две нижние трети. Вы же ее изменили. Померьте, померьте, третья. Промерьте, пожалуйста, на своем рисунке. Промерьте, пожалуйста, на своем рисунке. Не нужно поправлять мой рисунок. Вы видите, пропорции немножко иначе. Из-за камеры телефона у вас вот эта верхняя часть будет больше увеличиваться. Промерьте, пожалуйста, именно на своих рисунках. Нет, все правильно. Линия глаз – это от черепа, а на три делим от линии волос, поэтому ничего там не делится. Да, Наталья, вы совершенно правы. Да, Наталья сказала сейчас все правильно. Так, я уточняю деление на три равные части. То есть вот я их оставлю. А как бы вот это тоже я на глаз, да, примеряла. То есть приблизительно. Не надо, опять же, напоминаю, это математически вычислять каждый миллиметр. Это неправильный подход. Так, а так еще и мы ничего и не успеем. Да, если там все. Сейчас я просто приблизительно на три равные части промерила. Все нормально. Эти можно продолжить. Сюда, где у нас расположение будет бровей. Так, основание носа, подбородок. Так, линия роста волос, да, верхняя точка черепа. Напоминаю, проверяйте, примеряйте пропорции именно на своих рисунках. Так, ширину, да, ширину тут чисто тоже вот на глаз пока стоит. То есть многое делается на глаз. Многое делается на глаз. В этом и сложность рисования. Например, какие-то моменты, опять же, потом самостоятельно тоже порисуйте, да, если что-то там непонятно, да, что-то уточнить и так далее, чтобы мы просто не топтались на одном месте. Так, 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 так. А, вот это сейчас подсотру. То есть вот это нам сейчас не нужно. Это не нужно. Так, какие-то лишние, лишние деления. Вот здесь вот сбоку тоже выносила эти деления. Так, идем далее, идем далее. Так, ширина, да, тоже вот эти вот моменты уточнить. То есть у нас получается тоже, вот помним, как мы рассматривали этап рисования головы, что мы начинаем, например, тоже верхняя часть, да, вот такая шарообразная форма, да, верхняя часть. У нас шарообразная форма, то есть у нас получается высота должна быть равна там ширине, да, только не здесь, конечно, да, ширина шара будет у нас, ну, тоже шарик, я думаю, все, конечно же, форму шара себе представляют. Так, верхнюю часть. Сейчас я посмотрю тоже себе этот шарик. Так, у нас там, если, например, давайте еще раз, если промерять, да, например, пропорции, вот здесь лицо человека, да, именно с вот этого референса, то есть у него, да, на данном референсе будет, напомню, равна от вот верхней точки вот здесь до основания носа равна этому отрезку по вот этим вот боковым, например, частям, да, кусочкам. Так, верхняя часть, так, до основания носа, тоже, мне кажется, мы уже достаточно, конечно, долго, да, промеряем. Так, только слева, справа, да, сейчас еще раз поставлю на глаз. Очень часто даже, например, вот этим там карандашом промерять, тоже это как прямая шпаргалка, да, у нас считается, то есть я бы, конечно, очень рекомендовала больше рисовать именно на глаз, да, линейку, надеюсь, конечно же, никто там не использует. Сейчас немножко пододвину, то есть ищем, ищем это положение. Очень сложно рисовать, конечно же, портреты, да, и напомню, это не математика, да, мы должны уловить, вот сопоставить, да, там что больше, что меньше, левее, правее и так далее. Так, от кончика черепа до носа, от кончика черепа до основания носа, сюда, да, ширина чуть-чуть, чуть-чуть можно сделать побольше, чуть-чуть побольше. То есть это расстояние, да, это у нас будет, ну, как мы уже показали, да, до вот этих точек черепа вот здесь и вот здесь, да, этот отрезок. Так, стерла, да, одну линию. Она была, она была, сейчас еще раз промерю. Чуть-чуть поближе. Так, расстояние лишнее убираем, чтобы оно не мешалось. Так, это получается у нас на линии глаз, да. Опять же, я вам напомню, просто самостоятельно потом еще раз просмотрите, изучите пропорции головы, да, там, где средняя линия глаз, деление на три равные части и так далее, да, и обязательно, конечно же, порисуйте. Так, шарообразное движение, да, что тут у нас с ним-то? Давайте вот дальше можно вот наметить. Идеальный шар вырисовывать не нужно. Идеальный шар просто намек, да, на шарообразную форму, просто чтобы она нам помогла вот здесь вот при рисовании черепной коробки, но черепная коробка, конечно же, не шарик, да, она более сложная. Так, легкими линиями без циркуля, да, я понимаю, вы очень любите прям очень там, да, какие-то детализированные моменты, очень точные, но наоборот в рисунке вам придется учиться относительности, да, легкости идеального шара нам не нужно, просто приблизительно, просто приблизительно шарообразную форму, да, я ее не вырисовываю, не вырисовываю. Все равно этот шар, он у нас потом, конечно же, исчезнет, да, исчезнет, когда мы продолжим рисовать. Так, намечаем слегка, да, слегка, да, так, конечно, череп, особенно мужской, да, он у нас имеет по краям, да, вот здесь вот будут, конечно же, небольшие выступы, да, голова у нас, конечно же, не имеет идеальную форму шара. Так, слегка намечаем, да, но двигаться нам нужно чуть-чуть быстрее. Промеряйте, просматривайте также именно свой рисунок, что у вас на нем получается, и его и редактируете. Также, напомню, да, на занятиях старайтесь какие-то моменты более быстро рисовать, да, не нужно отрисовывать что-то там по полчаса, да, рисовать какие-то идеально ровные линии, да, нам это не нужно. Так, шарообразная форма, да, шарообразная форма, от которой у нас, конечно же, здесь появится нижняя челюсть, да, как часто бывает, могут тоже от шариков идти, да, мы тоже все шары не будем с вами вырисовывать, да, тоже на глаз ее будем сюда намечать. Так что, я думаю, можно пока что идти дальше. Так, уберем вот эти штучки. Свой рисунок, да, тоже перемещаю, просто чтобы мне тоже было видно, что у меня там получается. Так, шарообразную форму. Так, ну что, давайте, наверное, дальше, да, наверное, дальше. Просто мы иногда, конечно же, оставляем время, чтобы остальные тоже успели нарисовать. Я надеюсь, вы именно рисуете, а не просто смотрите за процессом, да, потому что именно на практике вам будет все более понятно. Так, дальше, да, вот основные пропорции мы нанесли. Уши тоже мы уже тоже знаем, где у нас будут. Да, в таком случае можно вот эту линию тоже продолжить. Линию по основанию носа. То есть, чтобы здесь у нас, да, вот в этой части у нас будут уши. Мы с вами понимаем. Глаза, да, опять же, глаза. Вот у нас центральная линия. Так, снова кто-то не выключил микрофон. Ольга, выключите, пожалуйста, микрофон. Так, глаза, да, деление глаз. То есть, у нас есть, например, вот боковые точки, да, боковые точки головы, которые мы тоже с вами сейчас находили, да, измеряли пропорции. Глаза, да, как у нас делят, тоже нам нужно будет измерять, да, на глаз, да, вот это деление. То есть, нам нужно будет поделить на 5 равных отрезков. На 5 равных отрезков. Тоже на глаз. То есть, у нас получается вот здесь один отрезок. Так, сейчас на 5 равных, да, то есть, тут у нас так. И тут у нас так. Сейчас еще объясню. Так, раз, два, третий. И здесь так же. То есть, раз, два, три, четыре, пять. На 5 равных отрезков, да, вот крайняя точка, вот крайняя точка черепа. На глаз, да, тоже проставляем какие-то себе отметки, а потом их примеряем, да, потом их примеряем, чтобы они все были одинаковые. Сейчас немножко увеличу, да, расстояние между глаз. Сделаю побольше. Опять же, смотрите именно за своими рисунками. За своими рисунками. Так, глазик, глазик. Здесь глазик. Сейчас мы посмотрим. Приблизительно оставлю так. Да, если что. Так, здесь по вот этой, да, по-моему. А вот это, конечно же, мы помним, что центральная осевая, да, то есть, у вот этого маленького, да, вот как бы расстояние, вот это вот расстояние между глаз, да, тоже вот это с вот этим. То есть, должна быть симметрия, да, то есть, слева должно быть то же самое, что и справа, да, по расстояниям и пропорциям. Так, промеряйте, да, то есть, вот эту линию, это средняя линия глаз. Мы ее поделили на 5 равных отрезков, да, всю. От края до края. Так, также помним, что, конечно же, у нас, например, занятия, да, на 2 часа, то есть, мы только сегодня рассматриваем более детально пропорции. На следующих занятиях мы уже будем рисовать портреты. И, кстати, когда мы будем рисовать портреты, там тоже не нужно будет пытаться редактировать мои рисунки. Ну, тоже какая-то немножко странная тенденция. Ну, ладно. Так, ну что, промерили, да, я надеюсь, вот этот элемент. Хотя бы на глаз, да, не надо там тоже, чтобы прям идеально, прям вот совсем-совсем как по линейке было. Елена, извините, пожалуйста, а вот эти вертикальные линии по краям и вы опустили, это как их надо? Что это? А вот эти? Да. Ну, тоже только что это все рассказывала. Когда мы промеряли, и здесь показывала, и здесь показывала. Давайте еще раз, пока, может быть, все делят, да, вот эти отрезки, еще раз проговорю. Мне просто кажется, что мы, конечно, не успеем дорисовать, вероятно, голову, но напомню, да, самостоятельно я вас очень часто всех отпускаю там самостоятельно что-то доделывать. И напомню, рисунки в группу в WhatsApp можно будет потом отправлять. Так, пока все это промеряют. Ширина головы, еще раз напомню. Так, она у нас равна, получается, вот мы поделили, да, у нас была точка основания носа есть, а верхняя точка черепа есть. Мы взяли вот этот отрезок и отложили сюда, да, приблизительно тоже. По-моему, он даже у меня чуть-чуть меньше. Но я не буду это все досконально промерять. Так, то есть вот, да, то есть вот высота от этой точки до этой точки мы сюда отложили. Это именно на данном референции, да, пропорции именно этой головы. Так, это, напомню, средняя линия глаз, которая делит голову пополам. Да, делит голову пополам, это значит, что мы берем всю голову от верхней точки черепа до нижней точки подбородка, да, голова. Так, давайте идти дальше, да, идти дальше. То есть основание носа, да, достаточно легко найти. То есть нужно опустить вот эти линии. То есть вот это, то есть, ну, это у нас будет глазик, да, вот здесь располагаться. Вот глаз. Давайте вот так слегка я тоже намечу, но мы его будем прорисовывать. То есть глаза у нас, конечно, не дугообразные движения. Это так я просто намечу, чтобы вы понимали, что там должны быть глаза, да. Получается, это внутренний уголок глаза и вот внутренний уголок глаза. Опускаем линии вниз. Опускаем линии вниз, то есть до вот этой, да, до вот этой линии. То есть тут у нас основание носа. Дальше, дальше, дальше. Если мы помним, опять же, да, пропорции, вот этот отрезок, да, поделим пополам. Вот этот отрезок, да, поделим пополам. И опустим линии вниз. Ну, пока еще ничего не получим, потому что нам еще нужно провести некоторые линии. То есть мы именно вот как бы пропорции изучаем, да, просматриваем. Посмотрим тоже потом, да, как нам по времени. Так, это получается, напомню, да, поделили пополам, да, вот эти отрезки ширина глаза, ширина глаза. Да, это, напомню, пять равных отрезков. То есть все то же самое мы сейчас смотрели в презентации. Можно, кстати, во время, например, занятия, когда мы просматриваем презентацию, можно сразу себе какие-то делать, там, что-то записывать, зарисовывать. Я бы вообще рекомендовала тоже вот как я обычно делаю, да, у меня рисунок и где-то всякие подчерпушки, да, по краям. Вы можете прям отдельный какой-то блокнотик, да, завести и какие-то подчерпушки туда тоже делать, да, рисовать. Вам так будет удобнее. Так, дальше, да, смотрим дальше. По тоже классическим, да, стандартным пропорциям вот это расстояние делится на три равных отрезка. На три равных отрезка. Можно на глаз, можно, конечно же, промерить. Ну, как бы тоже, кстати, промерять иногда даже все равно можно ошибиться. Поэтому, в первую очередь, мы должны полагаться, конечно же, на свой глазомер. Так, чуть-чуть ниже. Также вот эту среднюю линию губ вы можете промерить, где она проходит именно там на данном референсе. Ну, то есть главное ее очень высоко не поднимать, да, чтобы губы не прилипли к носу, как говорится. То есть получается вот эта третья, да, вот нижнюю часть поделили на три равных отрезка. И по вот этой линии, да, у нас пойдет средняя линия губ. Конечно же, губы не будут просто ровной линией, да, она более сложная, как и основание носа, да, не будет просто там прямым, да, оно более там сложное, замысловатое. Так, также напомню, если, например, по пропорциям, да, что-то будет, например, шире нужного или меньше нужного, всегда, опять же, можно просто взять и подправить. То есть, да, именно я про ваши рисунки, да, именно то, что происходит в ваших рисунках. Так, линии губ, да, то есть уголки губ, да, у нас их два, раз-два, они, конечно, будут не доходить до вот этой линии, да, которую мы проводим из зрачка. Да, 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 вот это мы определили, что вот эта линия проходит по зрачкам, но когда мы улыбаемся, да, у нас очень часто этот уголок губ приходится именно на вот эту линию, да, это тоже понятие относительно, улыбаться мы можем с вами по-разному. Так, спокойное положение губ. Так, глаза, конечно же, не будут получаться огромными, да, потому что они будут тоже там сужаться, да, тут еще слезное мясцо или слезник, как удобно, будут располагаться. Может быть, там посмотрим, если будет у кого, да, что показать, обязательно посмотрим в конце занятия, последние 5-10 минут, напоминаю, уделяем вопросам и просмотру работ. Вот, так, средняя линия губ, то есть пока такая схема, да, схема изучения, там, головы человека. Главное, чтобы не было каких-то чрезмерных, да, ошибок, там, каких-то грубых нарушений. Также вы можете взять там по каким-то другим точкам, да, отмерить, например, по вот этой самой широкой части, да, тоже можете промерить, там, сколько раз она укладывается там в высоту головы и так далее, и так далее, да, вы можете делать еще больше промерений. Ну, напомню, мы просто сейчас изучаем стандартные пропорции головы человека. Так, далее, да, высота с шириной, так, высота, высота, сейчас еще посмотри вот эти моменты. Ну, нормально. Так, ну что, я думаю, наметили, да, думаю, вы наметили. Так, 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 губы. Ну, что у нас там далее? Нижнюю челюсть, да, будем намечать, он пока у нас без челюсти. Вот, тоже на глаз, да, мы знаем, что челюсть у нас сужается, да, челюсть у нас сужается. Тут, например, еще какие моменты, да, мы смотрим, какой у нас ширины подбородок, да, потому что он не вот такой там треугольный, да, или не круглый, да, подбородок. То есть здесь такое плавное дугообразное движение, плавное дугообразное движение, подбородок не должен получиться слишком каким-то крохотным и маленьким. Углы нижней челюсти, и то, как бы, все равно силуэт лица, да, овал, всегда можем там что-то подправить и переместить. С первого раза, да, правильно наметить овал лица достаточно сложно. Так, дальше, например, да, на что мы еще можем обратить внимание, это углы челюсти, да, углы челюсти. То есть вот они, вот здесь вот эта точка и вот здесь эта точка, да, углы челюсти. Нижний, конечно же. Если их просматривать, да, тоже нет никакого математического измерения, где именно они находятся и так далее. Но в данной схеме мы видим, что, например, вот если линию провести, да, от одной точки к другой, линия углов нижней челюсти пройдет ниже, чем средняя линия губ. Ну, то есть можно чуть-чуть наметь, тоже на глаз. Только на глаз вам придется к этому привыкать. И угол нижней челюсти, челюсть у нас сужается, да, сужается, конечно же. Давайте попробуем наметить. Сейчас наметим, ну, как бы на референс, да, вы можете смотреть, в принципе. Напомню, не надо срисовывать с моего рисунка там и так далее. Это просто схемы, там какие-то объяснения, этапы рисования. Угол, ну, как бы челюсть, да, у нас, конечно, не должна вот так сливаться, да, с головой. То есть не нужно прям рисовать такое какое-то яичко. Но у нас там еще уши должны поместиться. Уголы челюсти, конечно, нам не нужно делать такими прям, да, острыми, острыми делать не нужно. Смотрим тоже на глаз. Просто очень часто хочется, например, чтобы было проще, да, больше каких-то там это равно этому, это этому. Но многое мы смотрим именно на глаз. Другого варианта нету. Ну, тут можно было бы, да, еще какие-то там покопаться. Но пока мы остановимся именно на данных измерениях. Так, ну что, пропорции мы почти успели, да, в принципе, тут просто отрисовка, да, например, носа и губ должна будет произойти, да, чтобы это, конечно же, было больше похоже на человека. Так, уши ему тоже наметим, да, то есть перед тем, как прорисовывать, да, более детально какие-то части лица. Да, конечно же, мы еще все части головы, да, не наметили. То есть нам нужно наметить уши. Там, например, прическа тоже, да, у нас как бы последним этапом. Но с волосами, конечно же, это будет больше похоже на человека. Так, уши. Уши главное правильно расположить, да, то есть вот в этой части, где у меня тут с правой стороны было, да, вот мы делили голову на три равные части, просто чтобы на портрете, да, очень много линий не проводить. Ну, как на портрете, на схеме, да, это не то, чтобы портрет. Раз, два, три, да, и вот в этой части у нас располагаются уши. Уши мы с вами слегка рисовали, да, совсем слегка, с одного только ракурса, так что еще с ними познакомимся. Да, тут главное нам попасть просто вот в эту форму, да, что ухо не имеет просто вот такой дуги, да, что ухо более сложно. То есть сначала идет линия вот так, а мы, я напомню, что мы занимаемся на занятиях именно аналитическим рисунком. То есть мы находим там какие-то площадки, объемы, выполняем конструктивный разбор и так далее. Вот, в общем, у уха, да, там есть одна линия, потом форма меняет свой наклон, потом мочка уха, да, вот так снова меняет. Здесь более прямое состояние, но это если более детально, да, у нас пока нету цели, да, ухо настолько детально разобрать. Нам надо его просто наметить. Вот, это я к тому, как мы любую форму рисуем и изучаем, да, то есть не просто там вот так ухо нарисовать, так вот прям совсем нельзя, да, если вы так сделали, сотрите. Так, ухо, наклон, мочка уха, да, то есть мочка уха, немножко тут под наклоном, вот по основанию носа, да, у нас проходит. Вот тут, опять же, напомню, не надо вот так одной линией, да, отрезать лицевую часть от уха, да, тут все равно что-то светлее, что-то темнее, вот эта вот линия, конечно, потом еще немножко пропадет. Вот, да, вот здесь на ухе, давайте сразу вот так подсотрем, чтобы вот оно вас не сбивало, здесь тоже можно чуть-чуть теперь подстереть какие-то. Вы старайтесь не давить сильно на карандаш. Скуловые кости тоже потом у нас появятся, давайте еще правое ухо немножко наметим, вероятно, волосы, да, тоже наметим и продолжим дальше. Продолжим дальше. Так, ухо вот это, кстати, все мы имеем асимметрию, да, у нас лицо, голова, даже тело, все равно все асимметрично. Асимметрично и даже у нашего данного персонажа, у сегодняшней модели, так сказать, тоже есть асимметрия, тоже есть асимметрия, у него вот это ухо немножко другой формы, да, это совершенно нормально. Асимметрию имеет каждый, каждый человек. И не нужно делать, стремиться очень узкое лицо, да, как бывают рисунки, очень вытянутые лица, это тоже будет неестественно, то есть иногда бояться сделать вот, например, пошире. Так, или иногда, да, тоже ошибка, если вот маленькая черепная коробка получится, вы ее потом просто немножко подувеличите там и так далее. Так, уши слегка, слегка, да, наметили, овал лица еще, конечно же, имеет скуловые кости. Значит, наметим немного прическу, да, превратим его немножко в человека и наметим дальше, например, глаза. Да, прическу тоже общими линиями, там нет никаких волосинок, да, существующих как-то отдельно, да, друг от друга. Не надо вырисовывать там все волосики, ну, у него их там нет, ну, просто бывает, что допридумывают, добавляют детали, которых нету, например, там на схеме, да, допридумывать ничего не нужно, да, как говорится, вот он такой, какой он есть. Так, слегка просто легкими линиями тоже, да, не рисуем как-то очень долго и так далее, да, просто легкими линиями наметить, что вот у него какой-то вот именно такой причесон, да, что у него короткие волосы, а не каре, например, да, ну, тут, наверное, сложно ошибиться, тут явно, да, такая короткая мужская прическа и каре, конечно, ни у кого не должна получиться. Так, придали ему объем волос, да, у меня немножко такое, как яичко получилось, тут можно, а, ну, почему, да, оно получилось, мы тут вот еще не добавили, да, я смотрю, узкая голова, тут же у нас шар не должен остаться, да, то есть здесь тоже нам нужно подувеличить. Сейчас тогда перед тем, как подправить, это нормально, вот если что-то вам, например, не нравится, не устраивает, да, слегка подстираем, но стираем таким образом, чтобы предыдущие линии нам были видны, для того, чтобы не совершить там повторно одну и ту же ошибку, да, то есть мы, например, ну, там вот вы что-то ухо рисовали, да, если хотите его исправить, вы не стирайте его прям до белой бумаги, да, вы сначала поставьте, как линия должна пойти, да, если ухо получилось слишком маленькое, и вам надо увеличить, то добавляете еще одну линию, да, а потом уже стираете ту, которая ошибочная. Ну, это и есть такой метод, в общем, рисования. Так, вот здесь, да, вот эти части, вот эти части, то есть голова, чтобы у нас не была просто шарообразной, то есть нам нужно, конечно же, черепную коробку вот тут подувеличить, тоже смотрим на глаз, да, где вот эти, например, моменты у нас, да, смотрим именно на референс, что у него там получается. Черепную коробку, да, забыли сделать, ему такое наращивание, да, а потом уже волосы более правильно лягут по форме черепа, более правильно лягут по форме черепа, вот так будет получше, ну, чтобы черепная коробка не была просто вот кружочком, да, просто кружочком. Вот тут, кстати, вот это движение тоже можно подстереть, да, но нам пока особо не нужно, нужно там только, например, с ховой кости, да, там ориентироваться. Так, черепную коробку намечайте, так, 15, 48, сейчас слегка легкий рисунок, с вами успеем выполнить пропорции, мы с вами выполнили, наметили. Так, 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 волосы, да, обратно можно вот теперь вернуть, тоже я не срисовываю там в точности, я просто стараюсь там передать какой-то характер этой прически. Да, помним, у нас как бы всегда стоят, да, определенные задачи, когда мы что-либо рисуем. Ну, будем об этом тоже периодически с вами говорить, что нам нужно именно изучить, да, а не просто что-либо срисовать, да, именно изучить, проанализировать, вот какие главные задачи перед нами стоят. Вот, по объему тоже смотрите, да, может быть, вам захочется там как бы побольше объем ему придать, да, но я имею в виду именно как вот на референсе, да, вы смотрите обязательно с референса. Можно сделать более выразительные вот здесь вот эти вот моменты, да, скругления вот данной прически и так далее. Но долго мы, конечно же, не будем здесь останавливаться, да, прическа не самое главное в портрете, да, в портрете самое главное глаза, но мы сначала вот тут еще наметим слегка его форму, 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 форму волос, да, форму волос. Так, у нас, получается, мы помним по пропорциям тоже у нас, например, вот этот отрезок был крайний. Если мы его поделим пополам, да, то примерно, примерно в этой части у нас пойдет вот линия роста вот здесь вот боковая. Главное тоже не вырисовывать прям все волосики, прям слегка-слегка намечать по вот этой части. Так, линии легкие провожу, ну, там видно, видно эти линии. Так, здесь у нас угловатое состояние, на волосах мы сильно, как бы, не будем долго останавливаться, да, мы пойдем с вами дальше. Волосы просто вот нужно наметить такие же, как у него там на референсе, да, тоже вычислять ничего не нужно. Вот примерно характер, да, характер волос, чтобы максимально напоминало именно эту, например, да, причесочку. Так, ну что, больше похоже на человека, да, например, с волосами. Лоб, конечно, можно тоже там промерить, да, какие-либо моменты, опять же, это тоже вам нужно делать именно на своем рисунке. Какие-то тут немножко наметить, да, как у него вот здесь, как бы, немножко часть волос, да, у нас, конечно же, они отличаются, да, здесь такая более плотная линия, да, здесь у нас волосы более редкие. Так, 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 тут вот еще нужно будет, да, там брови, глаза наметить, брови, глаза наметить, давайте чуть-чуть подожду, наметьте немножко форму волос. Да, я ее пока оставляю в данном состоянии, да, потому что нам нужно именно нарисовать такую схему, да, пропорциональную. Ну, пока вы рисуете, напомню, что трансляция идет, да, там с камеры вам показывается рисунок, да, с камеры телефона, и, конечно же, напомню, вы мой рисунок видите немного иначе, чем он выглядит в реальной жизни, да. Да, то же самое с цветом, когда мы работаем, там, в живописи акварели, конечно, камера передает немного, там, другие тона и оттенки цвета. Так, ну, я надеюсь, это уже можно будет скоро не напоминать, устала об этом немножко напоминать. Так, наметили волосы, да, я надеюсь, я надеюсь, да, там, прическу, помните, я ее не дорабатывала, да, легкими линиями наметила, все, меня так устраивает. Так, идем с вами дальше, идем с вами дальше к глазам и бровям, да, то, что более важное, да, в нашем рисунке. Так, 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 здесь у нас будет нос, ну, то есть какие-то моменты, да, именно, что вот успеем разобрать. Глаз у нас имеет слезное место, да, то есть нам можно чуть-чуть вот так отступить от вот этой линии, тоже смотрите, там, с натуры, где она находится, да, там, глазик, тоже они асимметричные, вот этот, например, даже чуть-чуть вот здесь меньше. Так, слезничок, да, то есть глаз у нас, конечно же, мы не рисуем, как бы вот линия, да, и вот так просто глаз, да, и так вот радужная оболочка, там, зрачок. Ну, то есть у нас есть слезничок здесь в внутреннем уголке глаза. Да, добрый день, Ольга, записей, занятий нет, записей, занятий нет, можно работать только на занятии. Да, записей нету. Так, 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 глаза, да, опять же мы слегка, слегка просто какие-то моменты с вами подрисуем, потому что основную часть нашей работы мы выполнили. Также, например, на каждой части лица я пока что там сильно акцент, да, не делаю. Мы с вами проходили, тоже изучали глаза. Конечно, я советую там, ну, по возможности, да, посещать занятия, чтобы как бы там вам было более понятно, да, более легко, чтобы вам было рисовать. И, например, тоже, например, форму глаз, да, смотрим тоже с натуры. Главное не делать просто глаза там овальчиками. А, ссылку на чат группы. Имею в виду ссылку на чат. Ольга, а в какую группу вам скинуть? У вас, получается, нету в группе портрет, да, портрет-силуэт. Вот, а в какой вы есть? Есть вы, может быть, в скетче или в акварелии? Я в эту группу отправлю ссылку на группу по портрету. Вот, это если именно группа, в которых я веду, я просто могу быстренько скинуть вам, да, ссылку, чтобы было удобно. Подумала про запись именно занятия. Так, сколько у нас там времени? Глаза тоже асимметричные, да, тоже не дугообразные. Чтобы глаза получались, ну, такая немножко рыбка, чтобы глаза получались реалистичными, мы рисуем сразу оба глаза. Да, например, верхняя линия глаза, она будет более выразительная, да, нижняя часть глаза более спокойная. Мы это тоже с вами проходили, а мне в WhatsApp нельзя, но это если вы тогда напишите администратору. Нет, я лично ничего не отправляю, тогда можете Федору написать, да, я вроде бы у нас все, у всех есть его, да, контакт. Или, Федор, если нас сейчас слышат, да, добавьте вот, пожалуйста, Ольгу в группу. Так, 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 вот группу я продублирую, материалы, которые мы проходили до этого, продублирую по пропорциям, чтобы вы все еще раз посмотрели, да, пропорциональные особенности портрета, чтобы вы еще раз просмотрели. Так, глаза не обводим, главное, да, не обводим, я тоже иду от конструктивной формы, не надо обводить, рисовать прям вот так вот, вот глаз, да, вот все вот это вот так вот обводить, обводить одной линией не нужно, да, глаза получатся более красивыми. Если вы сделаете верхнюю линию глаза, да, вот вы можете нажимать чуть сильнее на карандаш, да, намечать глаз, нижнюю линию там чуть посветлее, вот, тогда глаз у вас будет более естественным, да, более интересным и красивым, да, не обводите. Ну, вдруг кто-то, да, это и просто, если у кого-то, если кто-то обнаружит такую ошибку в своем рисунке. Так, зрачки, конечно, тоже можно наметить слегка, совсем слегка у нас сейчас, напомню, нет, конечно же, задачи, да, нарисовать очень там точный, детальный, да, этот портрет. Мы делали акцент именно на пропорции, к которым мы, конечно, будем периодически обращаться, да, как же, да, портрет нарисовать, не обращаясь к пропорциям, да, головы. Так, ну, на глазах, да, пока что не останавливаемся, да, то, что у нас линия верхнего века обязательно прикрывает радужную оболочку, да, обязательно прикрывает радужную оболочку. Чуть-чуть, возможно, ярко нарисовала. Зрачки, когда мы рисуем, ну, тут, кстати, да, нарисуем, то есть не надо рисовать, вот радужка, да, вот такая, прям кружочек яркий нарисовали, зрачок, нарисуем прям ярко круг, да, это тоже будет некрасиво, неестественно. Получается, мы тоже легкими линиями рисуем, легкими линиями, да, вот здесь получается у нас вот этот шарик радужной оболочки, да, выходит за вот эту линию. Зрачок, да, посередине этого кружочка и зрачок, мы как бы вот легкими линиями, да, с одной стороны чуть ярче, с другой стороны чуть светлее, да, вот тоже более естественный получится у нас глазик. Потом сверху от верхнего века падает тень, можно тоже сделать чуть-чуть темнее, что там, если не блестит, да, вот этот глаз выглядит более естественно, да, вот это такой немножко сумасшедший. Так, у глаз у нас, конечно же, есть верхний и нижний века, да, ну, тоже то, что это то, что у нас анатомии, да, частей, сейчас я посмотрю, тоже какой она там формы, тоже на глаз смотрите, не с моего рисунка рисуйте, конечно же, да, то есть, а именно толщину, кстати, века здесь тоже нет, да, такой маленький рисуночек, толщину век тоже не намечаем. Так, складка нижнего века, да, здесь больше расстояние, а вот складка верхнего, нижнего, да, сейчас сказала, могла перепутать нижнее веко, да, складка нижнего века, вот здесь просто не больше, а верхнее веко, оно ближе к глазу располагается. Верхнее веко ближе к глазу, зрачок тут немножко низко, да, сильно не вырисовывайте, не обводите кружочки, чтобы глаз не получился там каким-то сумасшедшим. Так, тут чуть-чуть подсотру, чтобы не сливалась вот эта линия, да, со складкой нижнего века. Брови, да, так как мы постепенно, да, ведем свой рисунок, не отрисовываем до идеала, да, я глаза оставлю в таком состоянии, потому что сначала нужно наметить все остальное, чтобы сначала сравнить одно с другим, там, правильно мы наметили, неправильно, может быть, что-то нам хочется пододвинуть. Вот, и только после этого, когда мы все вот проанализируем, мы с вами и, например, уточним, да, там, глаза и нос. Ну, помните, мы делаем какую-то вот быструю зарисовку, опять же, быструю зарисовку, да, уточнить можно будет уже там самостоятельно при желании, да, можно будет и не дорабатывать, да, данное рисунок. Главное, чтобы пропорции были правильные, вы пропорции в первую очередь проверьте. Кстати, здесь еще что по пропорциям, да, можно отметить, если мы вот так поднимем линию от, например, вот внешнего угла глаза, да, здесь внешнего угла глаза, то здесь у нас будет изгиб брови, да, изгиб не обязательно, только здесь всегда находится, мы с вами потом тоже разные варианты посмотрим. Так, брови, конечно, не должны быть, да, вот как провели, линии вот эти, да, вот ровные, они как вспомогательные линии, да, конечно же, у нас бровь не будет, там, например, вот у нас линия бровей мы проводили, да, конечно же, бровь не будет просто вот так по этой линии, да, вот так располагаться. Да, бровь у нас имеет тоже более сложную форму, да, то есть она у нас обычно вот так приподнята, да, вот эта часть немножко вниз, вот эта приподнята, и тут уголок и сужение брови. Да, да, то есть вот более объемно, более объемно. Тут можно тоже наметить уголок бровей мы, получается, нашли, у него брови, конечно, такие прям пышные. Намечаем легкими линиями, конечно, стараемся с первого раза, да, попадать в какие-то пропорции, но если, например, не попали, просто подсотрите, да, и сделайте так, как вам больше понравится, да, ну, конечно же, должно быть похоже на референс. Чтобы, конечно же, брови были похожи, сразу слегка левую наметили, потом сразу правую, сразу рисуем одновременно, рисуем одновременно. Форму бровей, да, мы пока тоже детально не рассматриваем, то есть это мы сразу на портрете, у нас будет тоже там конструктивный рисунок, и сразу на портрете мы там форму бровей с вами изучим, да, может, какие-то даже отдельно порисуем какие-то моменты. Так, брови достаточно широкие, мужские брови, да, опять же, я их не обвожу, да, вот когда, как вот девушки красят, если брови, да, может появляться такая вот четкая, четкая форма, да, вот такие, вот так обводить не нужно, да, тоже где-то линия темнее, а сюда, кстати, напомню, вот тут вот обычно у нас более редкие брови, да, вот здесь в внутренней части, и там могут быть поэтому светлые линии, линии, а здесь, например, да, ближе к вот этому уголку чуть-чуть потемнее, чуть-чуть потемнее. Ну, тоже легкий рисунок, так, что там у нас, 16.03, наметим слегка губы еще, да, слегка, совсем слегка губы и нос. Но напомню, да, мы отдельно губы, нос, глаза все рисовали, поэтому сейчас мы их очень детально не рассматриваем, да, на всякий случай буду проговаривать вот эти моменты. Так, верхняя, ну, потом, ну, тоже, да, потом верхний век, оно у нас просто тоже глубину создает, да, то есть линия вверх, складки верхнего века темнее, чем линии складок нижнего века. Так, улыбается глазами, почему-то такое радостное немножко получается. Так, нос, да, наметим нос. Так, у нас была вот такая форма, да, напомню, если слишком быстро, да, я просто посматриваю всегда на время, что в какое время, да, там, что рисовать, намечать. То есть, если вам немножко быстро, да, помните, записей у нас нет, смысл в том, чтобы вы на занятии тоже вместе со мной порисовали основные моменты, зафиксировали, а что-то доделать, дорисовать можно самостоятельно, да, помните про эти моменты. То есть у нас главное не лицо дорисовать, да, напомню, главное пропорции, главное пропорции. Так, то есть я всегда на занятиях, да, говорю, что самое главное, на что нужно акцентировать свое внимание, да, мы не просто здесь собрались для того, чтобы просто что-то нарисовать, да, какой-то рисуночек. Так, чтобы нос нарисовать, вот это, конечно, очень яркая линия, да, ее надо будет потом, конечно же, подстереть. По краям, да, вот так немножко срезаем, тоже форма конструктивная, немножко так срезали уголки, да, такой треугольничек получился. Так, нос я тоже не буду рисовать слишком округлым, да, по пропорциям он тоже вполне естественно сюда вписывается. Сейчас вот это чуть-чуть пониже. Тут главное еще вот в эту часть носа, да, попасть. Вы можете прям промерить, кстати, да, кто любит прям настолько промерять, возьмите, промерьте, да, вот это, например, расстояние вот этой точки, да, до этой вот высоты крыла носа. Ну, промерьте, вот сколько вот здесь откладывается и так далее. Так, я его на глаз тоже рисую, нос на глаз. Так, ноздри, да, ноздри, ноздри. Намечаем кончик носа, тоже математически вычислять ничего не нужно. Смотрим на референс и намечаем, да, тоже его конструктивную форму. Где-то линии светлее, а где-то темнее. Так, кстати, может быть, еще вопросы есть, да, пока 16.06. Вопросы, если есть, задавайте. Вопросы. Как-то у нас было бурно, да, после пропорций стало намного тише. Да, вопрос есть. Извините, да, не могли бы, у меня проблема со звуком была, повторить. Ага. Очки, как рисовать что-то там, выделять что-то, да, вот. Не одной линии, а как. Да, то есть, вот тут вот неправильный пример, я вот так поближе для вас. То есть, вот не обводите вот так прям единой такой черной линией, то же самое с радужной оболочкой. А вот более естественно будет, когда мы как бы его не дорисовываем, да, как бы не дорисовываем, как бы мы можем вот такое сделать дугообразное движение, а с этой стороны потом сделать чуть темнее. То есть, как бы, ну, здесь можно чуть-чуть там что-то черкнуть, и идеальный кружочек мы не вырисовываем, да, где-то вот потемнее, где-то посветлее, и он будет выглядеть более естественно. Спасибо. Да, на глазах еще мы, конечно, будем акцентировать свое внимание, когда прям портрет будем рисовать. То есть, конечно же, будем еще учиться, да, мы в самом начале, в самом начале изучения портрета, да, нос пока я тоже особо вот не комментирую, да, потому что вот просто с референса пока что рисуем конструктивную форму. Но конструктивную форму, кстати, тоже вот желательно какие-то схемы, да, схемы отрисовывать, да, тоже изучать, да, они помогают разобраться там с формой носа. Так, немножко может быть кругленький, он не должен быть круглым, да, потому что это именно схематичное изображение. Если кто-то будет продолжать этот рисунок, да, рисовать самостоятельно, напомню, в тоне его рисовать не нужно, да, не выдумывайте, что там по тону, откуда свет, в тоне потом еще успеем с вами порисовать. Так, и пара минут остается, набросаем немножко губы, тут еще сколы должны появиться. Ну, опять же, да, просто смотрим на глаз, где они, что там от вот этой линии сколовой кости, да, будет обязательно расстояние до уха, что у нас вот здесь есть такая наклонная линия, да, сколовая кость вот немножко более вот этим острым движением, да, вот здесь выступает. Ухо тоже вот обводить ничего не надо, да, там вот очень легкие линии вот здесь, где ухо, и более темные линии вот здесь, да, где угол челюсти и где сколовая кость, да, обязательно, обязательно просматривать просто, что светлее, что темнее, ухо мы тоже не вырисовывали, да, но тоже вспоминаем занятие, где у нас был урок, да, по ушам. Мы, конечно, нарисовали только с одного ракурса, но сразу с портрета, да, у нас будут уши и там под другим, под другим ракурсом, ну, тоже на глаз, на глаз. На портрете, конечно же, еще мы с вами рассмотрим, где располагаются сколовые кости. Вот это вот можно подстереть, чтобы, да, не мешались какие-то вот эти вот линии, вот, чтобы они не мешали. Все линии стирать не надо, да, в рисунке, в академическом это нормально, если линии построения, да, какие-то у нас остаются заметны. Так, вот здесь можно было бы поуже, может быть, ну, это потом нужно посмотреть, обязательно рекомендую смотреть свои рисунки с расстояния, да, с расстояния, то есть отойти и посмотреть, да, что у вас там получается. Еще вопросик маленький, можно? Да, конечно. Ширину глазика только с референса смотрим, я так поняла, да, саму ширину, так сказать. Да, то есть получается по стандартам, да, по стандартам пропорции между глазами ширина глаза, и если вправо и влево, да, вот здесь вот в этой части, в этой тоже ширина глаза. А нет, я имею в виду высоту, так скажешь. А, высоту, да, 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 это прямо, да, это прямо тоже с референса. Да, просто на глаз, да, просто на глаз. Окей. Так, если еще есть вопросы, спрашивайте. Так, по-моему, основные моменты мы с вами изучили, да, тут просто, например, нижнюю губу, кстати, вот, например, пару слов про губы, да, что их тоже не надо обводить, да, очень сильно, то есть вот верхняя губа, да, конструктивный рисунок. Здесь у нас есть всегда вот этот выступ, тут можно акцентировать тоже. Нина, пожалуйста. Нина, по-моему, ни одного занятия, да, не пропустила. Так, то есть самый темный, да, у нас всегда будет вот эта линия, средняя линия губ, только она не совсем прям ровная, да, здесь, например, вот тут скругление есть, да, по краям. Но что самое главное, это можно, кстати, вот просто подстереть, да, мы так вот ярко ее нарисовали, наметили, нужно чуть-чуть подстереть, чтобы она не была слишком ровной, слишком ровной, средняя линия губ, а нижнюю не ведите от уголка до уголка, да, просто вот так снизу чуть-чуть наметили тоном. И все, не обводим губы, да, не обводите, можно даже чуть-чуть было бы закруглить, сейчас чуть-чуть время там есть, есть, чуть-чуть вот закругленнее, да, потому что верхняя, нижняя губа, то есть как вот бывает ошибка, да, вот, например, верхняя губа, да, условно, средняя линия, да, средняя линия губ, и неправильно прям вот так еще и нижнюю, да, то есть такие губки, как вот дети, да, вот часто рисуют, вот так прям вот обводят, да, обводят такой вот яркий получился силуэт, да, то есть вот у нас всегда будет более заметная верхняя линия губы, средняя линия губы, самая темная, а нижнюю вот так вот легкими линиями, не доводя до уголков губ, вот, и получатся более реалистичные, более реалистичные, красивые губки, там еще у него подбородочек есть, подбородочек, подбородок, получается просто слегка, слегка, такое тоже дугообразное движение, да, то есть обратите внимание, какие-то линии светлее, да, какие-то темнее. Так, например, слишком острым, да, вот подбородок не оставлять, ну, если он у вас получился, например, прям вот такими жесткими линиями, да, прям вот такой острый нижняя челюсть, да, именно силуэт нижней челюсти, сделайте мягче, да, у меня, например, вот здесь вот угол можно так смягчить, да, здесь у нас к скуловым костям переходит, это можно подстереть, да, лишнее всегда можно подстереть, у меня немножко вот тут вот, да, это выше, это ниже, всегда можно все подправить, да, скуловые кости, конечно же, тоже, например, да, вот эти просто, вот эти вот штучки там более темненькие, просто наблюдайте, что они у нас находятся тоже вот в этом промежутке, да, то есть вот здесь как бы условно посередине, да, и вот эта, например, линия, она как бы немножко вот тоже с бровями, да, просматривайте вот этот момент, немножко дальше бровей, да, и от ушей до скуловых костей тоже всегда чуть-чуть есть расстояние. Так, уши совсем слегка, тут бакенбарды, не бакенбарды, да, не знаю, как это назвать, такой винтажный, да, какой-то тоже рисунок немножко в таком стиле. Можно, конечно, наметить вот здесь вот форму волос, да, такой вот выступ ушки потом добавить, а главное не обводить, да, как вот бывает, что, ну, просто вот какие-то обводим линии, да, что-то светлее, что-то темнее. Больше анализируйте, рисуйте легкими, легкими линиями, а только потом там что-то делайте темнее и уточняйте. Но сначала должен появиться весь рисунок, да, только потом можно уточнять, да, мне кажется, просто вот чуть-чуть поуже его захотелось, слишком острое, да, уши не должны быть, конечно, там вот таким, например, да, треугольными. Тут чуть-чуть хочется сделать форму поспокойнее, да, так, поспокойнее. Тоже можно потом добавить небольшое скругление, да, ушам. Так, вот тут линия какая-то лишняя, сотру. Так, губы, скуловые кости. Так, ну, лобные бугры, да, тут их нет, мы их не рисуем. Здесь можно как бы лоб, да, добавить, что все равно он у нас не плоский. Но это уже надо вспоминать форму черепа, анатомию черепа, да, что тут вот эти линии, да, немножко как закругленные, да, что лоб у нас не плоская часть. Так, вот это может немножко мешаться. Да, ровная линия, да, ровная линия, если что-то там мешается, всегда просто стираем и убираем. Так, подбородок наметили, у него даже есть еще как бы вот эти вот линии, да, больше как возрастные и так далее, да, вот линии по мышцам. Так, уже 16-16 оказывается. Так, сейчас я посмотрю. У нас все части лица есть. Пропорции разобрали, сильно в детали не вдавались, отрисовывая глаза, нос и губы, да, потому что это больше, там еще будем на портрете тоже изучать. Тоже промерьте, например, свой рисунок, да, что у вас получилось сейчас спокойно после занятия. Промерьте пропорции, все там проанализируйте, промерьте. Так, в тоне не нужно рисовать, да, дорисовывать тоже смотрите. В принципе, можно как бы наметить, да, там глаза, нос, губы именно на референс. Смотрите, да, изучайте, что там происходит. Так можно еще, да, там чуть-чуть порисовать уши. Тоже можно вот тут вот наметить, да, спокойно, самостоятельно посидеть, порисовать. Совершенно нормальная тоже история, да. У вас самостоятельно тоже должна быть какая-то работа, если вы хотите научиться рисовать. Так, ну что, давайте еще вопросы. Если есть, задавайте, а так будем сейчас закругляться. Спасибо большое. Пожалуйста, Ольга. Так, только пропорции, да? Спасибо, очень интересно и очень познавательно. Я второй раз только и... Вы только второй раз. Скажите, пожалуйста. Елена, спасибо большое. А можете посмотреть? Да, да, давайте посмотрим. Скажите, пожалуйста, я сегодня первый раз. А скажите, а как давно идут занятия? Что-что? Я сегодня первый раз. Как давно идут ваши занятия вот именно вот эти? Да, просто не расслышала. Так, у нас сегодня мы, по-моему, рисуем уже месяца два, по-моему, у нас, да, портрет. Где-то так, да. Смотрите, я сегодня отправлю в нашу беседу вот те темы, которые мы уже изучили. Там череп, глаза, части лица, пропорции туда тоже продублирую. То есть вот то, что мы прошли, я продублирую, тоже можно будет там самостоятельно просмотреть. Спасибо большое. Так, Мария, точнее Марина, извиняюсь. Да, скажите, пожалуйста, что-нибудь. Мой рисунок. Видно? Так, отлично, отлично. Ну, кстати, очень хорошо получилось. Уши прям вы настолько там детализировали. Носик, смотрите, вот единственное, нос можно посмотреть сильно, вот не заужайте вот эти вот штучки, да, вот здесь, вот здесь. То есть вот такого, чтобы движение не получилось, да, как бы чуть-чуть не дорисовывая. И вот эту форму, да, у вас такая она более вот плавная, да, а вы прям немножко вот так вот сильнее, да, вот тут вот у нас перегородка, да, а вот здесь вот ноздри. То есть прям посильнее, да, вот это движение. А так очень хорошо, отлично прям. А вы сейчас анализируете из WhatsApp или из Telegram? Сейчас это мы, то, что вот здесь в Zoom. То есть, чтобы показать рисунок, нужно подключить камеру, чтобы у вас было видно, включить микрофон, что-либо сказать, ну, просто потому что WhatsApp показывает именно того, кто говорит, и показать свой рисунок. И мы так можем просматривать. Скажите, пожалуйста, а вот меня в Telegram нет этой группы, я вот только увидела первый раз и увидела ее. Мы только в WhatsApp. Мы только в WhatsApp. А, только в WhatsApp. Спросили про Telegram. Понятно? Нет, нет, не переживайте, только в WhatsApp туда все отправляем. Так, смотрите, у кого еще, да, рисунки будут, присылайте потом тоже группу WhatsApp, которая называется портрет, да, портрет Сюэд, портретное мастерство. В общем, как-то так. Рисунок, портрет, да, портрет Сюэд. Елена, подключите, пожалуйста, микрофон, там что-нибудь скажите. Ой. Да, получилось? Плохо видно. Так, а почему-то он у вас не выводится. Так, еще раз что-нибудь скажите. А нужно два раза щелкнуть на нее, и вот прям во все, весь экран будет. Дело в том, что участников очень много, я не могу два раза нажать на экран. Я могу только тех, кто вот впереди, а у нас 70 человек. Так, все, вижу, да, у Натальи рисунок. Так, хорошо, сейчас, сейчас, держите, да, держите, я вижу. Ой, вы прям, кстати, очень детально все расписали, замечательно. Носик прям хорошо. Можно немножечко сделать, вот как бы чуть-чуть вот так потемнее, да, вот спинку носа не обводить. Ой, отключилось. Не обводить, конечно же, да, вот центральную часть носа, а вот тут просто вот чуть-чуть так потемнее сделать, чтобы как бы нос был более видимым. Да, он там, конечно, на референсе такой еле-еле нарисован, а так очень хорошо, очень прям детально. Я думала бы про Наталью. Спасибо. А, я тогда, да, я обычно не... Это Елена была, ее рисунок. Да, спасибо, я поняла теперь, благодарю. Да, извините, могу, может быть, имена тогда назвать. Не страшно, не страшно, я просто подумала, что-то не видно. Огромное спасибо за урок, я тоже была первый раз, очень интересно. Хорошо, да, если кто первый, второй раз. Да, возможно, там какие-то моменты сложно, да, потому что мы до этого прям изучали отдельно там рисование глаза, носа, губ. Но ничего страшного, потому что у нас курс специально для тех, кто только-только начинает, те, кто рисует с нуля. Да, и, конечно же, все детали мы еще будем проговаривать, как рисовать, да, ту или иную часть лица. Пропорции тоже каждый раз будем проговаривать. То есть все это у нас еще будет, то есть все это еще будем изучать. Поэтому, да, будем продолжать рисовать и учиться постепенно. Спасибо, до свидания. До свидания, да, уже 22 минуты, нам нужно закругляться. Да, вам тоже большое спасибо за внимание. Как обычно, желаю вам творческих успехов. Рисунки также присылайте, я их просмотрю. Просмотрю, если нужно какие-то дать комментарии, я вам их напишу. Спасибо, спасибо, до свидания, до встречи на новых занятиях. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok